Петь Марк начал с 12 лет. За три года не раз становился лауреатом всевозможных конкурсов. Признается, и в будущем планирует заниматься музыкой. Никогда не думала, что у меня есть, можно сказать, талант к пению. Я если пел, то чисто только для себя дома. На уроке музыки ученице выяснилось, что я умею петь, можно так сказать, что попадаю в ноты, что меня надо записать куда-нибудь и петь. На фестивале творчества детей с ограниченными возможностями «Мы талантливы» Марк тоже не остался без наград. Важность подобных мероприятий сложно переоценить. Это очень серьезная возможность детям проявить себя и самим понять. То есть это позволяет им повысить уверенность в себе, понять, что они на многое способны, помочь им преодолеть какую-то неуверенность, может быть, в своих физических или моральных силах. К сожалению, всех проблем людей с ограниченными возможностями фестивали не решают. Небольшие трудности, например, с транспортом, фандусом, не везде. Сегодня в Новосибирской области проживает почти 200 тысяч инвалидов. Это больше 7% от общей численности населения. Сделать город доступным для людей с ограниченными возможностями – одна из приоритетных задач правительства. На сегодняшний день в автотранспортных предприятиях города Новосибирска эксплуатируется 22 единицы низкопольных троллейбусов, 96 единиц низкопольных автобусов марки «Массный фаз» с откидывающей площадкой и местом для инвалидной коляски – 12 единиц трамваев. В этом году на реализацию программы помощи инвалидам «Доступная среда» выделено больше 20 миллионов рублей, а в следующем финансирование увеличится почти в 4 раза. Продолжение следует...